как и почему клиент из случайно пришедшего становится постоянно давайте разберем эти пункты понравилось качество услуги безусловно если у него все отвалится или просто не понравится что мы его накрасили он вряд ли станет постоянным превзошли ожидания это вообще идеальный вариант если он вот пришел такой ну сделаю ногти а вы подобрали ему дизайн или цвет который вообще никогда в жизни не думал но так знаете на подсознание подумал и вот вы предложили он захотел и вот вообще он прям вау вот это идеальный вариант если ему понравился сервис то есть на там чай кофе надо было ждать не ждать удобно сидеть холодно или жарко было нравится мастер и атмосфера это на самом деле очень часто клиенты отмечают когда например спрашивала прямо там почему вы ко мне ходите если им им нравитесь вы но атмосфера имеется ввиду не столько в цену там сам интерьер хотя это тоже а например часто вы наверняка это замечали у мастеров клиенты их клиентская база основная они похожи на них и ценовая ну как бы ценовая возрастной цен с примерно близкие или какие-то увлечения например ну вот я начинала работать да мне получается было 16 лет и у меня большинство клиенток в общем то тоже были ну около этого возраста потому что ну мне кажется да вот какие-то вкусы в дизайнах там и предпочтение были близкие нет конечно меня были клиентки разного возраста но основная масса я потом поняла действительно были как я и вот я им рассказывала что вот я учусь что вот я стремлюсь мне нравится вот такой рост все развитие и многие из них были вот такими же у меня было очень много клиента которые вот прямо были такие знаете как говорят карьеристки то есть или свой бизнес имели и потом я поняла это вот тоже не просто так да потому что бы есть вот какая-то симпатия удобно добираться удобная запись то есть но удобно добираться это от местоположения вашего зависит да там не знаю метро если она есть или нет в вашем городе парковка есть нет и удобно понятно как записаться потому что если клиенту пришлось пройти через там кучу дебри и к вам записаться чтобы следующий раз то сделать ему опять там нужно не знаю написать на какой-то мессенджер например вайбер которым они вообще не пользуются то это тоже затруднит потому что помните конечно есть отчаянные клиенты вот я просто сейчас например да была в поисках стоматолога и настолько мало работ которые мне нравятся что как только я увидела ту которая мне нравится я поняла что ну я про и пролезу через все сложности записи к нему но и кстати не было но тем не менее вот если попадется клиент вот вы делаете что-то супер уникальное и нашелся клиент которому вот только это нужно по зарез он возможно придет все эти преграды но вы знаете что большинство случаев она и совсем не так все просто хотят хороший маникюр мастеров которые делают просто хороший маникюр тоже достаточно итак теперь давайте чуть подробнее провод качество услуги то есть что сюда входят ну конечно должны быть сделаны хорошие ногти чистый маникюр красивое покрытие которое должно держаться на хорошо но не менее трех недель это прям минимум если этого нет то все остальное но не будет иметь смысла да как бы вы у вас не было красиво как бы вы не были хороший человек как бы не хорошо общались с клиентами качество услуги страдает все остальное сразу же перечеркивается поэтому вообще весь комплекс работ над привлечением клиентам подразумевает уже что качество услуги вас на уровне маникюр выглядит аккуратно даже через несколько дней ничего не воспаляется не болит это само собой блеск долго сохраняется да это относится к материалам они к профессионализму вроде бы но я считаю что это тоже составляющая профессионализма потому что настоящий профессионал не возьмет такой материал такой топ который он не протестировал не убедился что он хорошо блестит даже через какое-то время но здесь есть и обратная сторона когда мастера перегибают палку в другую сторону и ну как бы не совсем адекватно оценивают качество услуги то есть вам нужно чтобы ваша работа была хорошая именно с точки зрения клиентов а не других мастеров сейчас вам расскажу такую историю очень много во мне перевернула с клиенткой я работала но тогда еще дома и на курсах нам показывали как делать френч из акрила мне не очень получилось ну первый раз френч сами понимаете акрилом я держу там второй раз в руках и я сделала вывод мне это видела что он не очень я подумал ну ладно под лак то я научилась делать и буду тогда всем просто рисовать френч лаком что собственно я и делала все клиентки были довольны никто ничего недовольного не говорил тут однажды мне звонит девушка говорит здравствуйте вот я хожу уже много лет к одному мастеру делаю там френч мне все нравится но она ушла уходит декрет и я в поисках нового хочу к вам записаться если мне все понравится стану к вам всегда ходить думаю отлично игрина что что будем делать ну вот у меня френч акрилом и хочу вот так же коррекцию акрилом сколько она стоит и вот тут я понимаю что это вот та страшная коррекция тот френч который надо делать прямо выкладывая его материалом они рисуя который ну я не стала делать по что у меня он не получился и вот она хочет это мне даже цены по моему него еще отдельный не было ну я там что что-то я ответила повесила трубку и думаю господи зачем это сделал я же ну даже не знаю как его сделать в общем я в ужасе бегу на форум ну бегу да онлайн найти форум такой есть woman.ru когда тоже там была такая ветка для мастеров потому что не был ну еще соцсети были не так популярны и там была мастер с большим стажем я точно знала что он наверняка это умеет и я прям не пишу слушай а как делать коррекцию френч но она мне описала это словами и я вот знаете открытие что-то нужно или ты очень чего-то боишься ты отбросишь все там страхи и стеснения я прям написал слушай а можешь прям не сделать вот пошагово фотографии как это делается потому что вот у меня клиентка все беда причем что ну я ее не знала то есть мы там не были какими даже подругами просто да незнакомому человеку и она оказалась добрый щедрый действительно мне прям пошагово на одном ногте сделала такой мастер-класс прислала я на это посмотрела подумала о боже потренировалась на себе да сделала себе там пару ногтей думаю ну ладно была не было все приходит эта клиентка в назначенный день показывать мне свои ногти и знаете вот в этот момент мне хотелось просто стечь под стол или стать невидимой вот я о чем я мечтала потому что ее ногти знаете что там было они были божественны они просто были идеальные да они уже болтались на кончиках потому что они отросли там был просто идеальный френч четкие симметричные белый ровный форма тоже была божественная но просто видно что они отросли и не единые отслойки и у меня знаете прямо-то начало так биться сердце и прямо боже я такое точно не сделаю как бы и снова думаю так может быть сбежать пока не поздно но как бы куда я у себя дома мы ладно чем сделал я и коррекцию смотрю на результат и я понимаю что это по-простому да как я скажу это просто жесть и не могу на смотреть и я меня нет сил даже чтобы смотреть ей в глаза мне кажется мне сейчас слезы просто начнут капать прямо ей на ногти улыбки еще более менее получились я вроде их научилась так выравнивать вроде бы ровный но сама форма сами ногти они вот такие знаете более пухлые стали широкие то есть они не были как изначально и я просто не знаю вот так сижу трясусь и я уже сразу вся в голове проговариваю так можете компенсацию сейчас какую-то заплатить чтобы ну как она потом этот ужас где-то переделала в общем тысяча всяких идей у меня проскальзывает голове и она она не на эти не радость не вообще никаких эмоций на лице она спрашивает сколько ну я сказала там какую-то сумму она заплатила и все она просто ушла и я подумал господи ну какая вот интеллигентная же добрая девушка да то есть ну не стала никак меня там не обижать не в это видимо она очень ну да не хотела я думаю меня расстраивать вот такой вот человек попался хороший естественно не стала не предлагать записаться на следующую процедуру что я делаю всегда потому что я понимала как она никогда этого не сделает все я пережила все это потрясение стала дальше работать с клиентами забыла про это и тут в один день звонок название здравствуйте я думаю ну все отвалились или или что-то еще случилось она говорит я хочу прийти я так ко мне почему вот в общем она хотела записаться на коррекцию я ее записала она пришла на нее как ни в чем не бывало и все она стала моей постоянной клиенткой то есть я теперь уже с высоты своего опыта оборачиваться понимаю что наверное ну как бы с ее точки зрения это все-таки не было таким ужасом как это казалось мне да ну зачем-то же она пришла и стала ходить в общем на 7 лет в итоге была моей клиенткой привела потом свою сестру маму ко мне они тоже были моими постоянными клиентами но вот так и к чему вся эта история к тому что мы реально видим свои работы другими глазами не так как клиенты поэтому если вы хотите настоящую адекватную оценку вашей работы спрашивайте это просто вот у там их нибудь девушек знакомых знакомых да там не знаю подружек понимаете ну ваши подружки скорее всего хорошую оценку дадут ну там подружек их подружек то есть только они смогут сказать нравится или нет потому что если вы это спросите у мастеров особенно в каком-нибудь пабли там поверьте вон там по полной ваша работа пишет ну вы понимаете да наверное о чем я и хотела вам еще про такой эффект рассказать может быть слышал даннинга крюгера то есть он заключается в том что люди имеющие низкий уровень квалификации делают ошибочные выводы потому что не могут осознать свои ошибки в силу низкого уровня своей квалификации то есть но говоря по простому когда мы только начинаем мы новички у нас как бы нет еще до квалификации то нам кажется наши работы и наш уровень неплохим но то есть реально выше чем он есть и я сто процентов с этим согласны столько раз этим сталкиваюсь жизни и с собой теперь я поняла у меня точно так это было и с другими мастерами вспомните как только вы начинали вам казали все работы классными да вы листаете о боже как красиво как круто прям вот на все нравится но сейчас ну как смотря сколько у вас уже времени прошло то есть потом появился опыт и вы уже не так смотрите то есть вы видите а вот это чуть не очень вот тут не ровно вот это хорошее то есть вас другое видение получилось потому что вас повысилась квалификация вот это как бы абсолютно нормально то есть это неплохо просто вот вот так это работает да простая психология вот в то время как люди с высокой квалификации наоборот склонны занижать свою оценку и как правило именно они страдают неуверенностью в своих силах считая других более компетентными и также они ошибочно часто полагают что задачи для них также легки для других людей также как и для них ну например мастер который умеет делать безупречный маникюр за час думает ну господи вообще все умеют на свете что тут во мне такого уникального и даже не представляете как я часто реально вот таких мастеров встречала вот кто участвовал может маникюрным практиками там да со мной ксения емельянцева вела вот она 100 вот сто процентов у нее это постоянно было то есть она совершенно искренне считала сейчас считаю да свою работу просто ужасный при том что вообще-то у нее было много первых мест на международных конкурсах то есть ну как бы уже объективно да другие люди судей оценивали ее работа очень высоко но она по-прежнему считала их ужасными все время видела в них какие-то косяки но мы их всегда будем видеть но тем не менее то есть действительно вот да было такое видение что ну да вот все это хорошие я как ну то есть делают классную хорошо я не очень так что если вот у вас есть какой-то из этих признаков то это хорошо значит что у вас на самом деле уже высокая квалификация если вы только в начале это тоже не расстраивайтесь вы сейчас быстро наберетесь опыта и тут же тоже перейдете в эту категорию так что это нормально и вот простой тоже пример из жизни что 80 процентов водителей оценивают свои навыки выше среднего что по статистике в общем-то невозможно ну кстати да я соглашусь с этим я мне кажется вот всех кто ну кроме тех кто только-только начал водить практически все считают что они хорошо водят итак теперь вот к вопросу который кто-то из вас уже по моему уже тоже озвучивал это как избавиться от чувства навязывания ну во первых вы должны быть уверены в качестве продукта мы вот о чем мы только что поговорили что до своих способностей вы может быть и принижаете окей но вы же все-таки понимать ну давайте так вы уверены в том что вы хорошо простили за стерилизовали инструменты уверены в том что вы не навредите клиенту да вы ведь аккуратно делаете маникюр там не пропилив ногтевую пластину у вас же все равно есть уверенность каких-то этапах своей работы так то есть клиенту не нужно что ваша работа была лучше там еще там 100 мастеров какой-то квалификации понимаете ему нужно чтобы именно она была на определенном уровне который нужен ему и вы должны быть в нем уверены вот если у вас это есть то ну как правило от этого чувства проще избавиться но еще очень важный компонент это еще не все нужно обязательно любить то что вы делаете если вы любите ногти а я думаю что здесь в общем-то сто процентов до таких людей не знаю напишите если есть кто нет то конечно вы будете делать хорошо вы будете стараться вы будете делать это но всегда так как нужно вот кстати тоже коротенькая история совсем с другой клиенткой ко мне ходила клиентка много лет и совершенно случайно я уже даже не помню каким способом в общем я смогла вычислить ее имя на вот этом форуме nail club она кажется там была тоже зарегистрирована под другим именем сто процентов поняла там по определенным признакам что это она и она я нашла сообщение как она делилась своими впечатлениями о посещении первого мастера то есть меня очень кстати интересно так узнавать да как что тебе говорят когда тебя нет и вот знаете что она написала было видно конечно что девочка начинает опыта мало было видно что продукты все такие новые еще не все распакованы но она так старалась прям вот так внимательно спрашивала что я хочу то есть все до последнего вот там делала так внимательно скрупулезно и мне понравилось что получилось вот я осталась вот так я подумал ничего себе хотя мне казалось я очень старалась знаете я красил как старалась выглядеть постарше ну то есть чтобы как-то излучать во всю опыт ну видите как оказалось не очень получилось но тем не менее человек все равно со мной остался и конечно делать это с энтузиазмом то есть если вот вы просыпаетесь с мыслью что вот сегодня пойду на любимую работу там что-нибудь предложу сейчас клиентка какую-нибудь новогоднюю там в тирке сделать дизайн и что-нибудь интересное то но люди это чувствуют у вас и получаться будет лучше и совсем как бы другое отношение поэтому вы же получаете удовольствие от того что делаете и как бы какое тут навязывание если человек тоже к вам пришел потому что он да это хоть еще один пункт это любить своих клиентов вот это очень сложно вызвать искусственно и расскажу вам честно по секрету ко мне это пришло далеко не сразу вот правда я начала кстати это всем рассказываю ничего такого нет из-за денег до в эту сферу но потом уже пришел к ней интерес энтузиазм и я действительно стала любить то что я делаю так и я не считаю это плохим когда да все начинается вот с такой стороны любить своих клиентов знаете что это значит действительно заботиться и думать о том что будет в результате есть тоже простой пример знаете как я это часто могу вижу в мастере во время обучения вот как мастера относятся к моделям так они ну скорее всего у них отношение к клиентам но не впрямую но до психологически потому что есть мастера которые видите вот у нас были конкурсные тренинги и там задача сделать быстро ногти по определенному заданию и хоть они потом если их подпилить вроде бы пригодны для жизни но все-таки это не совсем то что делают салоне так вот была вот например мастер знаете она ну так потом переживала мне кажется она весь вот пока таймер шел все время работы она волновалась не за то как она сделает а то как же эта девушка потом пойдет мы закончили и она прямо уйдавайте я вот здесь еще подпилю здесь подкрашу а вот тут точно отколется потому что я там чуть-чуть не доложила уголочек вот сейчас давайте это исправлю хотя модель была полностью всем довольна уже была готова идти но нам прям вот нет знаете то есть человеку не все равно что потом будет и потом все равно она прям переживала что где-то там что-то она не так сделала как надо было бы и что вот у нее чуть-чуть там топ где-то не до конца она покрыла как же человек вот так будет ходить на улице понимаете о чем я то есть действительно заботиться о них вот он были мастера таких очень мало кстати такие просто обычно не приходят на курсы но тем не менее небольшой процент которые относились знаете к моделям как ну вот тренировочным рукам то есть я смотрю допустим да сидит там модели там холодно или она там уже давно в туалет хочет но стесняется уже сказать там сидит не может неважно мастер да все равно работает тренируется кстати с точки зрения вот там конкурсов или навыка это ну неплохо то есть когда человек сосредоточен на учебе с точки зрения учебы но в плане работы с клиентами нет то есть и кстати вот в плане заботы о клиенте да у человеке тоже вот я прям сразу вижу есть мастера они там вы голодные что мастер найти прям делит свою еду с моделью в перерыве лигаре пойдем там вместе купим что-нибудь хочется же уже кушать да там время прошло или там не знаю пойдем покурим там но одевает на нее там курточку чтобы ногти не сломались ну то есть за простая забота ну в общем то если у вас предыдущие шаги есть вы любите свою работу и я думаю что да клиентов вы наверняка тоже любите ну или скоро полюбите если нет так ставьте барьер клиент мастера ага я всегда недовольна своей работой всегда боюсь после процедуры реакции клиента валентина я прямо на сто процентов вас понимаю вот я как раз рассказала поэтому эту историю меня тоже такое частенько было но видите как бы часто но клиенты на самом деле все видят по-другому поэтому бойтесь делайте но виду не показываете вот так вот 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 как раз когда нет уверенности в себе и профессионализме помните об эффекте даннинга крюгера которым я вам говорила что если вам кажется что все совсем ужасно вокруг все делают хорошо скорее всего вы просто в этом эффект игры это нормально знаете как не знаю когда там холодно да мы даже у нас появляются мурашки вот примерно так же это просто нормальный процесс его надо принять и понимать что он есть вот также обязательно спрашивайте мнению потенциальных клиентов еще раз говорю не спрашивайте это у других мастеров особенно в интернете вот прям я сейчас понимаю что мне наверно повезло когда я совсем начинала что еще не вот не было инстаграма не так развиться соцсети потому что мне кажется мою самооценку бы сразу бы убили в самом начале бы тогда вот потому что я сейчас да вы любой паблик открываешь тоже да вы там злой мастер боже там такое пишут мастерам причем работа это нормальная но нет все увидят там какую-то пылинку волосинку в общем спрашивайте просто у тех кто может стать вашим клиентом мастера другие которые вот эти особенно пишут комментарии они никогда не будут вашими клиентами поэтому это не ваша целевая аудитория делайте свою работу на сто процентов то есть максимально старайтесь вот просто вот к вам пришел клиент и вы делаете себе установку вот сейчас я сделаю просто самую лучшую работу в своей жизни и делаете прямо и действительно максимально стараясь и конечно будьте внимательны и вежливы клиентам я уже сказал у меня это не сразу получилось но мне кажется еще просто в силу ну и возраста и отсутствия работы с клиентами например если я уверен что у многих из вас есть опыт предыдущей какой-то другой работы где вы работали с людьми значит ну да для вас это понятно сейчас конечно смешно об этом думать но для меня я помню начали на эти многие вещи вообще были не очевидны даже банально предложить там в воду не знаю чай или кофе вначале но да со временем это всему учишься и еще есть такая техника называется вот я ну по-английски им сказала fake it till you make it то есть как бы притворяйся и потом постепенно это тоже станет часть у тебя то есть пока вы не уверены в своей работе и вот ну вот нет прям такой до уверенности в себе как профессионалам постарайтесь ее изображать вот я это очень активно делала видите как выяснилось не на всех это работало но правда я очень старалась по крайней мере внешне выглядеть уверенной и ну постепенно это потом так и стало это кстати не как не на все работает фраза но вот с уверенностью в себе и в работе абсолютно сто процентов ну старайтесь хотя бы не показывать это внешне потому что я тоже это наблюдала знаете на учебе было вот когда мастер закончила работу понятно что там учеба и в принципе допустимо показывать любые эмоции ну я считаю а мы же учимся я прям видела на эти прям дрожала есть ну там вы знаете модели из серегля ой не смотри не смотри там вообще такой ужас в обморок упадешь вот и и работу тоже знаете мне прямо так вот приносит только не кричи с таким уже виноватым видом то есть вот конечно я думаю что клиентам наверное так мастера не делает но все равно вот когда вот прям есть какая-то да вот зажатость прямо ну это как бы передается это чувствуется понимаете клиентам и по-другому воспринимается чем когда вы уверены что смотри как красиво получилось ну здорово же да вот будешь сейчас пойдешь на корпоратив будешь блестеть с этими стразиками понимаете да о чем я постарайтесь это изобразить и постепенно вы настолько к этому привыкнете что в общем-то это и станет частью вас